Пару слов о реформе сандомництва в Польце. Во-первых, в первом так акцептую реформу от ПИС, где сэнджи будут выбирать себя через парламент и ненавище будут лежать немного подлегли не только своей Раде, этих постардецких сэнджов, но и министров зёбра. То позитивнее. Только одна справа, которая меня не любит в том смысле, что за взглядом истории, не дай Бог, чтобы что-то подобное повторяло, чем когда-то в истории польских, но когда, не дай Бог, наступает что-то огромное с польским. Не хочет о каких-то терактах, актах террористических, люб каких-то огромных замахов. Сейчас, благодаря Богу, мы видим уже одного замаха за мало, чтобы Пис посыпал всё, как это было в 19-м году. Но не дай Бог, если бы что-то огромное, какая-то серия, какая-то количество огромных замахов, либо ещё что-то с экономикой, не буду вымышлять даже что-то. То у народу польского, как и в 19-м году, может наступить постардецкая констернация. И консеквенция этого будет снова выбор тех, кто на колянах, как говорил Збигнив Херберт. Польская нация не готова отдавать что-то от себя, но готова за правое дело, но не готова отдавать за пустые бредни, мэндлярские, ойнеровские, фаланговские, любые какие-то пустые слова, пустые слова. Просто такие, что и дети могут читать и выложить это. Не нужно далеко ходить и смотреть на этого мэндлера, что он говорит. Потому что то, что он говорит, может перекрыть на обратно против него, против его силы. Каждое сообщение, каждое слово. Легко, просто. Поэтому я говорю, что поляцы не готовы отдавать, чтобы не стоять на коленах, отдавать целиком себя. Вальцы, сгинуть вальцы за неподлеглость. Тем более, чем сейчас та неподлеглость definиующая? Важно, что в богатстве, в хороших заробках. То, что всегда рекомендуется и пропагандируется в Польше. Что только богатство, никакие ценности не считают. На этих ценности, о которых борются армия украинская повстанцы. Личит только богатство. И поэтому я говорю, что поляцы смотрят, что, ага, что страшное, окрепное. А за этих популистов мы уже не пойдем. Потому что они, кроме лядача и пустые бредни, вреждача, они на ниц не сдольны. Они не сдольны, и дай бог, что не пойдут до обороны территориальной, чтобы удовлетворить, что они нация польская, что вывалят свой живот, живот там, отдач, посвящить себе обороны польской. Нет, они посвящают в бреднях, популистичных. Тем самым отчерняем костол польский. Так что я и говорю, чтобы с этим быть то фанее, что такая реформа сом. Бо те неподлегла генеральная прокуратура, люб пан Шеремет, генеральный прокуратур. Те становись, те все плацовки, небы так функционируются, неподлегла, как бы по демокрации европейской. Они бы вы только влашали, працовали на джадека в Берлине, люб в Москве. То есть полбеды беды в Берлине. В Москве то наигорше. Вот тот джикий и кламливый, осустный, осчерсткий край, который мы видим, что это делает на Донбассе, что это хор, по-просто. Знисшение Боинга малазийского. Они нацепили на джечей, бялое ангелочки, анёлы. И вчеснули этих джечей на место катастрофы, которые сами знисшили этот Боинг. И припроводили еще бедных тех людей, которые под прициском этого люфа по-просто пришли и тримали те банеры, что Украина должна ответить за этот сбитый, нибыто украинцами Боинг. Но сами те приводцы этих псевдорепублик в первые минуты, в первые годины говорили, что мы заэксплодовали, сбили. Тен самолет, в котором украинцы специально выставили какие-то там вскнули те чала, уже там въезжали те чала, трупы нешвежие. Это просто хор. И с тем хорором тен хорор хочет впровадить нам тен псевдокшонс Залезский Шатана Сутана. Тен сам хорор. А потом говорим о поляках, а потом говорим о земстах на ровном месте, за ниц. Я понимаю, ябко съесть за то, что оно ябко. Но как можно забить поляка или украинца только за то, что он поляк или украинец. Это какой-то хорор, просто. Треба быть на тиле дикусом, а лишь Украина не была диким краем. Так? Тож, Кшучанский край еще в Чечне от польских, который был зафундованы. Львов зафундованы. Данила Халицкий в Чечне, а не польские кроли по директивам этот Львов собе взяли. Когда Украина была за слаба от войн, от этих рюриковых. Вкратце поляцы это все хорошо и я держу кчуки за эти реформы. Даже когда они говорят, что они там тоталитарные, иногда это даже в медиах, в сети, как всегда, что те зли, они борются против Пис, который борются с коррупцией, который нам живет уже за много лет, что поляцы мудры люди, выбирают они так мудры. Поляцы тоже мудры люди, но иногда и большинство поляков на генетическом уровне иерархичном не только мудры, но еще лимбичный который работает как рефлекс констернационный и ховется в свой невольницкий розбировый початок, потому что нет смерти. Там только невольництво, которое может запомнить какое-то негодное, какое-то и ИПН жить хочет. Поэтому он делает такие потусные проекты, чтобы им только больше, больше, и они писали, что так мы сделали это, это нужно. Так нужно, но тогда нужно, когда Польская находится под поляков, поляков, все в порядке. Нужно этого маленького поляка, чтобы он вообще дебилем не выросл, купил ему на воду пистолет, или еще что-то, чтобы записать его в стрельб, чтобы он там стрелял, чтобы диплом ему какой-то он у своих таких самих лопачков им какой-то чтобы они его уважили. Это все хорошо, пока Украинцы прилилили кровь. За этого маленького Поляка выросли, как и армия повстанцев Украинской военной 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 тогда выросли Ее 一个 чтобы Чтобы Поляк, и тот маленький, и тот маленький Поляк чувствовал себя спокойно, чтобы он летал с этим историческим на воду и всем рассказывал, какой он маленький, что он имеет диплом. И чтобы и поэнчики тоже летали и показывали, рассказывали сегодня, как они большую работу выполняли. Гнембом и ханбом и плюем гардзом украинцами, потому что они это заслужили. Так исторически. Еще с часа царя Саса или Гроха. Такие люди, милицианты хотят вымыслить что-то, чтобы отбрать от бюджета себе форсу. Каждая служба хочет так. Ничего не сделаешь. Но украинцы тоже хотят, чтобы кровь не лилась. Поэтому я говорю Поляк, что держим пчуки. Запис из Ярослава Качинского. Что ценой украинской крови они родят эти реформы антикоррупционные. Пион власти. Так, антикоррупционные, антизрадзийские, антиросыские, антенемецкие. Но посмотрите и будьте внимательны на бачность. Потому что в разе чего-то этот злой Поляк не будет. Наступно. Преливал кровь. Будут преливали какая-то маленькая количество Поляков. Правильных патриотов. Не оймировцев. Не там разных там народовцев. Как они окрещают себя, что они хоро. Националисты. Не дай бог. Польцы. А та маленькая группа, либо территориальная оборона, либо войска наши, любимые, польские. Потому что только они борются за Польским. И за них мы держим только. И чтобы медлить всем Богу, чтобы restа поляков, которые выполняют бюджет, платят податки, не выбрали в разе чего-то страшного. Потому что, не дай бог, в Польце не выбрали зну клинкания и партию, подобную до платформы оборудовательской. Али, которая заповняет им немцам праца, арбайт на немцам. Ну, то не клинкания, то только арбайт. И минимум розвоя своего. Купуй Польске, разви ей в польском экономике, милитарке и решта. Так что, надо на то uważать, что много людей, которые не хотят им с псевдо-национализмом, псевдо-получением разных милитаров, ничего не иметь в отношении. Потому что обычный народ, обычные Поляцы, хотят им быть телом правильной Польской, а не популистично-бзетной на идеалах. Продолжение, счастья на украинцев, облуды и неверия в Бога Всехмагонцего. И мы видим одно, что то, что не забивает Пис, то взмасняет Пис. Али сон чинники, которые могут впливать на коржения. Завнешные, внутренние, экономические, физические. Какие страшные чинники, которые могут знести тот сам уклад, пион, который сбудовал Пис. И этот негативизм, и те ворунки шклярные могут впливать и взмаснять то, что может знести пион Писа. А ненавище то, против чего осчерски и облудни Пис налажтован. Против тех, кто реально борется с злым. И Пис, и, естественно, и другие недоленгли политические силы. Взмасняем только популистов, а не тех, кто реально борется. И, собственно, кто в этом баджи у веклам. То, собственно, такие самые профессоришки, залезки, коллаборанты террористов, которые выбирают этих террористов и, естественно, сепаратистов в Украине. Те, которые желают тем, кто борется реально с злым, желают заграды, желают пацификации, желают коммунизма, желают этого всего, чего не желали и с чем борются АКовцы, с чем борются Повстанцы Варшавы, с чем борются Повстанцы Стычниовые, с чем борются Солидарность, с чем борются и сейчас и смотрят на то все нормальные Повстанцы, а не те животные, облуды, которые ничего не имеют в душу, не то, что святого, ничего не имеют в душу примитивного розума, что они все под колпаком, под покрытием своего тхуржевского, поградливого характера и натуры, которая сделает из них в один момент животных, клинкающих, тхуржевских, учитывающих, малых котен, которые, по чему страшному, готовы служить, были какому режиму, абы быть только на коленах, там, где и их место. Настято, таких правильная половина, и та половина, нистято, живет. Тем ошерстом, той поградливой, пыхатой натурой, она имеет с этого певную сатисфакцию, она без этого жить не может. И это раскрывает такую натурой, такие профессористы, такие псевдоксинцы, шатаны-султаны, как залезки и другие. Они черные кони, даже эта семашка мильчает. Она хочет быть чистой, чтобы не коллаборировать с этими террористами. А у этого головы нет. Он коллаборирует, делает то, что ему Москва говорит. И поэтому он уже не чистый. Но Полякам на плеч на это. Они верят, потому что они имеют такую самую душу не чистую, ошерстком, как и тот профессорист, как и тот шатаны-султаны, залезки, смолезки и другие подобные, которые живут в парасольке безопасности, которые могут делать было что. Прежде чем Армия Краевая сейчас ничего не говорит, как она волчат не только против бандеровцев, а его лично бороться со страдой внутренней, потому что она не может о том говорить, потому что ей заказал это говорить, защищал это говорить правительство. Так она и была всегда под колпаком, под бутом граждану лондонского. Что ей говорит, то она и говорит. А то, что граждан лондонский может быть тоже в облуде и в ошерстве, то они не понимали. А понимали те, которые остались чем бороться и дальше. Сами по себе в лесах. Когда были смазжены теми самыми Поляками, которые пребрали под коммунистов и бегали миллионами за гамулками, за ружными коммунистичными лидерами. КОНЕЦ КОНЕЦ